Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Что дает статус малого предпринимательства? Какие специальные режимы налогообложения предусмотрены для малого бизнеса? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Ольга Крикова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Ольга Александровна. Давайте начнем с понятий, что же такое малые бизнесы, какие существуют критерии для того, чтобы отнести свое предприятие или что-то к малому бизнесу. Ну, понятие малого бизнеса закреплено у нас в законе о предпринимательской деятельности. в Российской Федерации. В налоговом законодательстве понятие малый бизнес сразу хочу сказать не существует, но тем не менее вот в законе 207 ФЗ, этот закон еще от 2007 года, были установлены критерии, по которым хозяйствующие субъекты, организации, индивидуальные предприниматели относятся либо к малым, либо к среднему бизнесу. С течением времени закон претерпевал изменения, и вот на сегодняшний день к малому бизнесу можно отнести организации в случае соответствия критериев организации следующим параметрам. Ну, сразу надо сказать, что критерии эти касаются уставного капитала, среднесписочной численности и выручки. Значит, на сегодняшний день для того, чтобы организация была отнесена к малой, доля участия государства или муниципалитета, общественного какого-то фонда, общественной организации не должна превышать в уставном капитале 25%. Доля участия юридических лиц, не являющихся субъектом малого предпринимательства, и иностранных юридических лиц не должна превышать 49%. Что касается среднесписочной численности, то среднесписочная численность ограничена для малого бизнеса. Для работников имеется. Да, да, среднесписочная численность работников не должна превышать 100 человек. Ну, здесь сразу надо разделить, есть разделить понятие малого предприятия, есть еще внутри малого предприятия, есть понятие микропредприятия. Там среднесписочная численность не должна превышать 15 человек. То есть 100 человек ограничение. А сумма полученного дохода не должна превышать 800 миллионов за год. То есть достаточно большой показатель. Он был увеличен у нас в прошлом году, и поэтому все большее количество организаций могут пользоваться теми преференциями, которые установлены для малых предприятий. Но сразу надо сказать, что преференции эти касаются не только налогообложения, это различные сферы деятельности юридических лиц, которые касаются и участия в госзакупках, которые касаются и получения кредитов, и получения субсидий. Но мы сегодня с вами говорим о налогообложении. Скажите, пожалуйста, в связи с экономической ситуацией, которая сложилась, число малых вот этих предприятий не сокращается? У вас есть такие данные? Я сейчас, к сожалению, не могу вам данных таких привести, но число малых предприятий не сокращается. Даже наоборот, количество юридических лиц и индивидуальных предприятий, которые применяют специальные налоговые режимы, в общем-то, с каждым годом увеличивается. Что касается числа, опять же, хозяйствующих субъектов, которые относятся к малому бизнесу. Сразу могу сказать, что, как я уже сказала, в налоговом законодательстве нет понятия малые предприятия или немалые предприятия. И, к сожалению, вот только сам хозяйствующий субъект может определить, потому что это его критерий, является он малым предприятием. Нет, налоговый орган, конечно, тоже может определить, но ему для налоговому органу, для своей работы это не столь важно. Но для того, чтобы существовал, уже появился какой-то порядок в отнесении организации к малому бизнесу, поскольку с каждым годом востребованность в получении такой информации возрастает, в том числе у различных контролирующих органов, вот одной из задач Федеральной налоговой службы, которая поставлена в 2016 году, является создание реестра малых предприятий. И могу сказать, что вот где-то к концу 2016 года, точнее, наверное, к августу месяцу такой реестр будет создан, вести его будет Федеральная налоговая служба, и пользоваться этим реестром могут уже все заинтересованные контролирующие органы, которые осуществляют те или иные проверки предприятия. Но это не только налоговые, повторюсь, опять же. А что дает статус малого предпринимательства? Ну, как я уже сказала, статус малого предприятия, он дает различные преференции, которые касаются не только налогообложения. Статус малого предприятия дает возможность получать кредиты на более льготных условиях организациям, субсидии, участвовать, я повторюсь, в госзакупках, в другом статусе. Но это немножко не наша тема сегодняшняя, мы-то больше, наверное, хотим поговорить о том, с точки зрения налогообложения, что имеют юридические лица, если они относятся к малому бизнесу. Вот существует ли для малого предпринимательства специальный режим, отличающийся от других? Конечно. Для того, чтобы поддержать малый бизнес, уже давно в налоговом кодексе появились у нас специальные режимы налогообложения, которые как раз по критериям и могут применять малые предприятия. Повторюсь еще раз, что несмотря на то, что налоговое законодательство не оперирует понятием «малый бизнес», тем не менее именно организации малого бизнеса могут применять так называемые специальные налоговые режимы. В настоящее время в налоговом кодексе существует четыре специальных налоговых режима. Это упрощенная система налогообложения, единый налог на умененный доход, единый сельскохозяйственный налог и патентная система налогообложения. Ну, я так понимаю, что для зрителей города Самары, наверное, единый сельскохозяйственный налог не очень интересен, поэтому мы поговорим о трех основных налогах. Это упрощенная система налогообложения, НВД и патент. Ольга Александровна, можно я вас прерву, потому что к нам поступают первые вопросы, и вот затем расшифруем значение этих трех режимов. Первый вопрос. Я работаю в сфере ЖКХ. Работаю. Нас заставляют срочно принести номер ИНН. Если ИНН срочно не сдать, то не будет выплачиваться зарплата, как говорят. И вообще это законно или нет? Спрашивает Вячеслав. Ну, не совсем, конечно, по теме вопрос. Это вопрос, который касается заполнения сведений по форме 2НДФЛ, сведений, которые организации должны представить о своих работниках в срок не позднее 1 апреля. Действительно, с этого года более жестко Федеральная налоговая служба подходит к порядку заполнения этих сведений. И если раньше позволялось налоговым агентам не указывать ИНН, то теперь это обязательный реквизит, но могу сказать, что при... поэтому, в общем-то, налоговый агент и требует от своих сотрудников... Законно вот такой требований? Ну, у нас вообще каждый из нас должен иметь идентификационный номер, как налогоплательщик. И учет нас, физических лиц, как налогоплательщиков, он ведется уже очень давно. И очень странно, если, в общем-то, взрослые люди не знают, не имеют этого идентификационного номера. Это обоснованно, можно сказать. Да, это обоснованно. Вернемся к трем режимам льготного налогообложения. Вы начали про первый как раз говорить, если можно. Значит, упрощенная система налогообложения. Упрощенная система налогообложения могут применять юридические лица и индивидуальные предприниматели. Предусматривает она кассовый метод учета, в отличие от общего режима налогообложения. И, в общем-то, что в ней льготного, что в ней такого, что характеризовал бы ее как режим налогообложения более приемлемый для малого бизнеса. Ну, прежде всего, надо говорить о том, что эта система налогообложения предусматривает освобождение от основных налогов, от таких налогов, как налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, ну, по общему правилу, налог на имущество. Здесь, правда, есть небольшая оговорка, я позднее скажу. До 2016 года предусматривалось освобождение от налога на имущество. И все это заменялось единым налогом, который уплачивался при применении упрощенной системы налогообложения. Кроме того, что здесь еще привлекательного в этой системе, это то, что налогоплательщики сдают декларацию один раз в год. В отличие от общей системы налогообложения. Декларация сдается один раз в год, и таким образом общение с налоговым органом сокращается. Значит, при этой системе налогообложения доход не должен превышать 60 миллионов рублей в год у нас. Но в последние годы этот доход корректируется на индекс дефлятор, и в 2016 году, чтобы, значит, остаться на этой системе налогообложения, доход не должен превысить 79 миллионов рублей. Для того, чтобы перейти в систему налогообложения, в упрощенную систему, нужно подать заявление. Заявление нужно подать не позднее 31 декабря года, предшествующему налоговому периоду. И доход в 2016 году, для того, чтобы с 2017 года перейти, не должен превышать порядка 59 миллионов рублей. То есть это тоже с учетом индекса дефлятора. Численность сотрудников не должна превышать 100 человек, и доля юридических лиц в уставном капитале не должна превышать 25%. То есть, собственно говоря, вот такие критерии достаточно, ну, несложные, да, и достаточно распространенные. Они позволяют применять достаточно доступные, позволяют применять систему налогообложения, такую как упрощенная, и вот пользоваться такими преференциями. Но сразу хочу сказать, вот про налог на имущество я когда заговорила, о том, что освобождается упрощенность от налога на имущество. В случае, если имущество, которое принадлежит организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, будет облагаться по кадастровой стоимости, в этом случае она уже не будет освобождаться от применения упрощенной системы налогообложения. Но эта инновация у нас появилась вот в 2016 году. Давайте еще остановимся, чтобы ответить Ольге на вопрос, как получить регистрационную карту в Кировском районе. Хочу напомнить нашим телезрителям, что основная тема нашей беседы – это налогообложение малого бизнеса. Ну, если уж есть у вас такие вопросы, вот от физических лиц, задавайте, но все-таки приоритет предпринимателям сегодня. И так вот, если можно… Не очень понятно, что за регистрационная карта. Нет, так что-то, наверное… Вот есть, в последнее время появилось, что можно зарегистрироваться на сайте? В личном кабинете, да, в Кировском районе. Это нужно идти все равно в налоговую. Один раз нужно прийти в любой налоговый орган с паспортом. Да, независимо от района проживания, да. Для того, чтобы получить пароль доступа в личный кабинет. Следующий вопрос. Виталий, если физическое лицо планирует открыть ИП, который будет заниматься грузоперевозками, имея в наличии одно грузовое и транспортное средство, какие налоги и в каком размере предстоит уплатить? Можно ли находиться на фиксированном налоге? И вообще, какая должна быть выручка и какое количество средств транспортных допускается? Вот грузоперевозки – это такой популярный бизнес, вот сегодня, можно сказать, и в Самаре в частности. Значит, если вы регистрируетесь индивидуальным предпринимателем, то у вас, значит, существует возможность выбора режима налогообложения, значит, из нескольких. Это общий режим налогообложения, там, где вы будете платить НДФЛ, НДС, если у вас доходы будут достаточно большими. Значит, упрощенная система налогообложения, вот о которой я рассказала. Значит, единый налог на вмененный доход возможен при грузоперевозках. Опять же, если вы будете оказывать услуги физическим лицам. Патентная система налогообложения. Как раз, наверное, вопрос связан с патентной системой налогообложения. Да, если можно подробнее, как раз про это расскажите. А, значит, потому что это как раз вот эта система налогообложения и предусматривает фиксированный платеж. Значит, сказать о том, сколько вы будете платить налогов, к сожалению, я сейчас вам не могу, потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос конкретно, нужно и конкретные документы иметь. И мне нужны определенные, значит, объемы документов здесь сейчас, чтобы посчитать. Поэтому сейчас вот в прямом эфире достаточно сложно. Но, значит, могу сказать о том, что по грузоперевозкам применение нулевой ставки невозможно. Значит, ставка по патенту у нас 15% с потенциально возможного дохода. Ну, у нас 47 видов деятельности, по которым можно применять патентную систему налогообложения. И повторюсь сейчас, чтобы мне сказать, какой будет налог. Мне просто нужен налоговый кодекс с собой. У меня его, к сожалению, с собой нет. Но вы можете задать свой вопрос, зайдя к нам на сайт, по интернету. Мы вам ответим. В общем-то, если заявитель пропишет все свои данные, можно будет получить ответ. Но фиксированный применение патента возможно. Понятно. Следующий вопрос от Людмилы. Есть ли налоговые каникулы для малого бизнеса? Вот это еще один льготный режим. Значит, мы уже переходим к льготам, которые предусматриваются для малого бизнеса. Значит, в прошлом году, в 2015 году, федеральным законом было принято, предусмотрена возможность субъектам Российской Федерации устанавливать так называемые налоговые каникулы для малого бизнеса. В декабре, нет, в конце ноября 2015 года был принят закон Самарской области об установлении налоговых каникул. И с 1 января 2016 года индивидуальным предпринимателям, которые применяют упрощенную систему налогообложения либо патентную систему налогообложения в Самарской области таким индивидуальным предпринимателям возможно, значит, получение этой льготы в виде применения нулевой ставки по налогу, по патенту. То есть речь идет вообще не о времени, да, вот такой каникулы для меня это время, а оказывается совершенно другое. Нет, каникулы это как раз время, я просто не договорила. Но это касается только тех предпринимателей, которые будут зарегистрированы после вступления в силу данного закона. Закон у нас вступил в силу 1 января, значит, для тех, кто зарегистрируется после 1 января 2016 года и будет осуществлять деятельность в производственной, социальной и научной сферах, возможно, применение нулевой ставки, если в течение двух лет этот индивидуальный предприниматель будет заниматься вот этим видом деятельности. Виды деятельности в законе прописаны, там перечень достаточно большой, сейчас в эфире их перечислять, ну, наверное, смысла нет. Скажу только, что есть ряд ограничений для применения вот этих налогов, это и льготы в виде налоговых каникул. Численность наемных сотрудников индивидуального предпринимателя не должна превышать 5 человек. Значит, доход, который будет получен от вида деятельности, который льготируется, не должен превышать 8 миллионов рублей. И для индивидуальных предпринимателей, которые будут применять упрощенную систему налогообложения, доля доходов от льготируемого вида деятельности должна быть не менее 70% от общего объема доходов, который он получит. Понятно. Вот вы уже начали говорить про патентную систему налогообложения. Вот интересно, вот можно ли обозначить преимущества этого вида? И, может быть, есть какие-то даже недостатки, потому что это достаточно новое явление? Ну, патентная система – это самое новое из режимов, специальных режимов налогообложения. Основным преимуществом ее является то, что она вообще не предусматривает представление каких-либо налоговых деклараций в налоговый орган. То есть налогоплательщик приходит, пишет заявление, заполняет, получает вот этот патент, в котором налогоорган рассчитывает ему сумму фиксированного платежа, который нужно уплатить. И больше никакой отчетности в налоговый орган он не представляет, и больше он с налоговым инспектором не взаимодействует. Но он должен, конечно, следить за критериями, которые ограничивают возможность применения патентной системы налогообложения. Такие критерии тоже существуют. Численность, во-первых, надо сразу сказать, что это касается только индивидуальных предпринимателей, системы налогообложения. Численность наемных сотрудников, значит, индивидуального предпринимателя не должна превысить 15 человек. Доход его не должен превысить 60 миллионов рублей. И патент, виды деятельности, они тоже установлены налоговым кодексом. Они установлены налоговым кодексом, но при этом законом субъекта они должны быть также установлены. Поэтому, несмотря на то, что в налоговом кодексе у нас порядка 67 видов деятельности, по которым возможно применять патентную систему налогообложения, закон субъектов, закон нашей Самарской области все эти виды деятельности еще не утвердил. Поэтому у нас вот 47 видов, по которым можно применять патент. Но это тоже все можно в законе почитать. Но ограничения вот такие существуют. Существуют налоговые каникулы, специальные режимы налогообложения, существует патентная система налогообложения. Более того, вы сказали, что количество малых предприятий не уменьшается резко и критично. Поэтому, наверное, есть смысл подумать о создании собственного предприятия малого. И о том, как это сделать, чтобы учесть информацию о всех тех налогах, которые придется платить предпринимателям, налоговая инспекция создала специальный ролик для таких предприимчивых людей. Мы сейчас его просмотрим, а потом продолжим разговор. Вы решили заняться бизнесом, создать свою компанию или стать индивидуальным предпринимателем? Это серьезное и ответственное решение, которое необходимо принимать, имея достаточно полное представление обо всех возможных проблемах и тонкостях. Специальный сервис сайта налог.ру «Создай свой бизнес» предлагает будущим бизнесменам полезную информацию и пошаговые инструкции для решения наиболее важных вопросов. И первый вопрос заключается в выборе формы вашего бизнеса. Вам нужна компания или вы хотите стать индивидуальным предпринимателем? На главной странице сервиса вы найдете информацию о каждой форме и можете двигаться в выбранном направлении. Далее вам необходимо будет пройти государственную регистрацию. Сервис предоставляет подробную пошаговую инструкцию для создания бизнеса, следуя которой вы при необходимости сможете самостоятельно зарегистрироваться и сэкономить время и деньги. Следующий важный вопрос – выбор режима налогообложения. Общий или один из специальных? Общий налоговый режим, как правило, применяют компании с большим оборотом, и он предлагает уплаты основных налогов, в том числе НДС и налога на прибыль. Специальные налоговые режимы существенно облегчают введение бухгалтерии и популярны среди малого бизнеса. Подробная информация об особенностях и ограничениях применения налоговых режимов, а также о том, за что, сколько и когда платить, поможет вам принять важное и ответственное решение в выборе. При ведении бизнеса возникают разные вопросы, например, как использовать кассовые аппараты, как взаимодействовать с налоговыми органами и многие другие. Ответы на наиболее важные из них представлены на страницах сервиса «Создай свой бизнес». На всех страницах сервиса вы найдете полезные советы, выдержки из законов и нормативных актов, интересные примеры, популярные вопросы и ответы на них, ссылки на другие сервисы и разделы сайта. Внимательно изучите этот сервис перед тем, как стать бизнесменом. Это поможет вам понять свои будущие права, обязанности и возможности. Удачи в бизнесе! Продолжаем беседу. И следующий вопрос от Александра Владимировича. Я не видел соседа 10 лет. Он сдает квартиру мигрантам. Могу ли я написать заявление на проверку законности сдачи квартиры в наем и уплаты налогов с этого? Вот действительно, вот такая тема. Но это вот к малому предпринимательству не относится, если человек вот сдает квартиру в аренду в наем. К малому предпринимательству это не относится, вопрос Александра Владимировича. Но это же распространенное тоже явление. Конечно, право такое он имеет. И свою гражданскую позицию, конечно, он имеет право таким образом о своей позиции заявить. В налоговый орган, пожалуйста, можно направить обращение, указать только нужный адрес, по которому осуществляется какая-то коммерческая деятельность. То есть налоговый орган проверит, мы потому что проверяем все обращения. Если там будет установлено нарушение налогового законодательства в виде неуплаты налогов, то, конечно, мы постараемся все меры принять. И еще хотелось бы о льготах тоже поговорить, потому что это очень тоже важно, конечно. Предпринимательцы должны знать, на что они могут рассчитывать. Что еще? Какие льготы существуют? Ну, вот мы о том, что налоговые каникулы-то введены в Самарской области, сказали, да, с 1 января 2016 года. Ну, нужно сказать, что еще с 1 января 2010 года в Самарской области были введены пониженные ставки для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения и занимаются производственными видами деятельности. Эта льготная ставка была установлена для организаций, которые применяют режим налогообложения дохода минус расходы. Составляет она по определенному списку видов деятельности не 15, а 10%. Ну, надо сказать, что в прошлом году, и вообще государство сейчас очень озабочено тем, чтобы поддержать малый бизнес, потому что это рабочие места, это достаточно большой слой, в общем-то, бизнеса, и его, конечно, необходимо поддерживать. Обстановка-то не очень простая, так скажем, в экономике у нас сейчас. И субъектам Российской Федерации было предоставлено право устанавливать пониженные ставки и для упрощенной системы, для тех, кто применяет объект налогообложения и доходы, там у нас ставка 6%, субъектам предоставлено право устанавливать пониженную ставку от 1 до 6%. Предоставлено субъектам право устанавливать ставку, пониженную по единому налогу на вмененный доход. Мы сегодня о нем не очень много говорили. Вот. Ну, то есть, в общем-то, предоставляется все больше и больше прав субъектам. Вот первым, наверное, шагом, который реализовала Самарская область, это было введение налоговых каникул. Если говорить о льготах и вообще о преференциях, касающихся налогообложения, да, и малого бизнеса, в частности, нельзя не сказать о том, что вчера, буквально вчера, был принят правительством антикризисный план. Наверное, многие зрители о нем слышали. Правительством России? Федерации. Был принят антикризисный план. Он касается, конечно, очень большого спектра финансово-хозяйственной деятельности, значит, организаций. И большое внимание уделено там и поддержке малого бизнеса. И вот в качестве поддержки малого бизнеса планируется для организаций, применяющих упрощенную систему, внести изменения в налоговый кодекс и увеличить критерии по применению упрощенной системы налогообложения, не по сумме доходов. То есть, если мы сейчас говорим о 60 миллионах, увеличенных на индекс дефлятор, то планируется ввести, увеличить этот критерий с 60 до 120 миллионов рублей для того, чтобы расширить круг малых предприятий. Планируется увеличить предельную стоимость основных средств, которые являются ограничивающим критерием при применении упрощенной системы налогообложения. Сейчас это 100 миллионов рублей. Планируется увеличить этот критерий. Значит, система налогообложения, специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход. У нас на сегодняшний день кодексом предусмотрено действие его до 1 января 2018 года. Но для того, чтобы поддержать малый бизнес, этим антикризисным планом предусмотрено продление действия главы 23.3, которой предусмотрен единый налог на вмененный доход, до 31 декабря 2020 года. То есть это тоже одна из мер поддержки малого бизнеса в рамках действия этого антикризисного плана. А вот что касается информации, что с 1 января 2016 года на 3 года будет введен мораторий на проведение плановых проверок. Это на какие налоговые проверки распространяются? Такой мораторий действительно есть. Он был введен еще в 2015 году. Но хочу сказать, что он не касается налоговых проверок. Это проверки немножко других сфер деятельности. Потому что у нас надзорных органов, к сожалению, для бизнеса очень много. Но налоговых проверок это не касается. Но я сразу должна сказать о том, что Федеральная налоговая служба последние годы в своей работе старается исключить проведение налоговых проверок у добросовестного бизнеса. То есть все больше внедряется и уделяется внимание рискоориентированному подходу. То есть проверки, налоговые проверки проводятся только у тех предпринимателей, у которых устанавливаются налоговые риски. И, как правило, малый бизнес, особенно с такими режимами налогообложения, как единый налог на минимумный доход, патентная система налогообложения, в общем-то там нужны очень серьезные основания для того, чтобы считать, что налогоплательщик применяет какие-то схемы ухода от налогообложения, для того, чтобы налоговый орган пошел туда на выездную проверку. В общем-то, Федеральная налоговая служба ориентирует нас на то, чтобы налоговые проверки проводились только у тех, кто злоупотребляет какими-то правами. Вот поступил еще вопрос от Вадима Борисовича, но я думаю, что мы просто не успеем, и тем более, что он касается транспортного налога, что не совсем по теме нашей гости. Спасибо большое за то, что пришли. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания.